Для тех, кто не любит заниматься прополкой, есть отличный совет. Сажайте плодовые деревья или ягодные кустарники. Два кустика жимолости минус грядка морковки. Две яблони минус треть картофельного поля. А еще можно посадить вишню, груши, абрикосы и персики. И вот вам цветущий сад и никаких прополок. Здравствуйте, с вами Александр Вениченко и программа Сады и Огороды Приморья. Сегодня вспомним продачные голубцы из ревеня, научимся делать заплатки на коре, бороться с плодожорками и разводить осмий. Последние годы садоводы сетуют, что пчел стало мало. И если вам важно, чтобы какое-то растение опылилось наверняка, берете кисточку и начинаете аккуратно переносить пыльцу с цветка на цветок. Поработаешь пчелкой, будут завязи. А не поработаешь, шансы на урожай падают. Кстати, если плодовых деревьев у вас на участке больше десятка, есть другой вариант – заменить пчел осмиями. Осмия – это тоже пчела, но маленькая, мохнатенькая и дикая. В сравнении с обычными пчелами они раза в два мельче, поэтому они могут опылить любой цветок, залезть туда, где обычная пчела не может попасть. И за счет того, что они покрыты вот этими волосками, то есть вся эта пыльца, она на них как примагничивается, собирается. И за счет этого они собирают много пыльцы и очень хорошо опыляют. Нет необходимости делать запасов меда, как обычно, медоносной пчеле, потому что во взрослом состоянии эти пчелы не зимуют. То есть они живут два месяца и потом умирают. То есть за это время им нужно успеть максимально много собрать пыльцы для того, чтобы обеспечить личинку, которую они отложат, питанием и для того, чтобы продолжить свой род. В отличие от обычных пчел у них матки нет. То есть у них два – то есть немец и самка. Вот. И самка, каждая самка может откладывать, соответственно, размножаться, в отличие от обычных пчел, где это делает матка. Вот. Поэтому чем больше она соберет пыльцы, тем больше она отложит потомство. Каждая осмия заботится о своем потомстве самостоятельно. Осмиям не нужны ульи. В природе она живет, то есть откладывает свои личинки в различных щелях, может быть, где-то в дереве, то есть в каких-то вот таких вот. И запечатывает их, то есть положив туда кусочек пыльцы, отложив туда яйцо, она их запечатывает обычно либо грязью, либо глиной. Ну, то есть получается такая, как ячейка. Вот. Личинка живет там, то есть растет, потом закукливается. Получаются вот эти коконы вот такого вот размера. То есть весной, когда становится тепло, она вылупляется, прогрызает эту стенку ячейки, вот. И вылетает уже обычная пчела. Вот. И цикл повторяется, как говорится. И все-таки осмий нужно обеспечить жильем, если вы хотите, чтобы они опыляли растения именно на вашем участке. Садоводы, да, фермеры и так далее, кому нужно именно опыление, то есть они создают искусственные домики для того, чтобы их туда заселить, и чтобы они у них жили, ну, конкретно на их участке, потому что радиус облета, в отличие от обычных пчел, у них всего 100 метров. То есть заселив его на своем участке, то есть ты обеспечиваешь себе опыление своего участка, ну и максимум соседских. Вот. Поэтому очень удобно в этом отношении, что они не роятся, не улетают, то есть живут в радиусе одного участка. Поэтому искусственные домики выглядят вот самый простой, вот таким вот образом. Внутри него много дырочек, такие трубочки, покажу вот так, в которые они откладывают свои личинки. В конце лета вы можете раскрутить трубочки, собрать коконы и сохранить их до весны, когда саду потребуется опыление. Живут они всего два месяца, то есть, естественно, для садовода лучше, чем позже она вылупилась, тем больше она опылит в связи с этим. И поэтому храним мы их в холодильнике, то есть эти коконы, когда приходят, вот мы их храним в холодильнике и выставляем тогда, когда наклевываются уже цветочки, видно белые кончики вот цветочка. То есть мы их достаем, и они в течение недели вылупляются и начинают уже опылять. Осмиям не страшна прохладная погода и морось. Они продолжают летать и опылять растения. А еще эти пчелы не кусаются. У мужских особей вообще нет жала. Она настолько миролюбивая, что ты ее, если только в руке сильно сожмешь, самка тебя может попытаться ужалить. А так ей, как говорится, не до того. У нее всего два месяца жизни, которой нужно успеть сделать все дела, чтобы на каких-то агрессии и так далее размениваться. С вами Александра Винниченко и телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья». Наши предыдущие выпуски можно посмотреть на сайте sadprim.ru в разделе «Видео». Партнеры нашего журнала – компания «Ресурс», ООО «Сфера Кадастр», салон кухонной мебели «Дом», «Кухня Давида», а также Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии и центр флебологии. Лечение любой стадии варикоза лазером в Центре флебологии. Устраняем варикоз, предупреждаем тромбоз. Современное оборудование – клиника экспертного уровня. Центр флебологии. Лазер вместо скальпеля. Александра Винниченко и телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья» с вами. В предыдущем сюжете мы говорили об осмехах. Очень полезных насекомых, которые помогают опылять сад. К сожалению, не все, что летает в саду, также полезно. Есть масса насекомых, которые вообще могут оставить вас без урожая. Для них тоже нужно развесить в саду домики, но не для их комфортного проживания, а для поимки расхитителей и злостных вредителей. Это домики-ловушки. В этом году сливы еще даже не зацвели. То есть 27 апреля мы поставили заранее ловушку с феромонами на вредителей, чтобы посмотреть в нашем климате, когда начинается лед вредителей. В данном случае сливовая плодожорка. Она начала ловиться с 27 апреля. То есть сливы в этот момент еще были в бутонах, они еще даже не распускались. Ловушка очень удобная в том смысле, что ты туда ложишь феромон на нужного вредителя. То есть какой у тебя у нас восточная плодожорка на абрикосе. Сливовая в данном случае, яблоневая, персиковая частично ловится, но в меньшей степени. И в июне месяце будет ловиться стеклянед, который у нас в регионе тоже достаточно активно. В специальный отсек ловушки закладывается феромон. Это приманка, на которую летят мужские особи плодожорки. Они-то и попадают в ловушку. Самки не ловятся. Те, кто боится, что у них слетятся со всей округи, и у них слива будет еще в два раза больше поражена, то есть ловятся только самцы. То есть принцип такой, что не оплодотворяется самка. То есть чем меньше яйца она отложила, тем меньше гусениц у вас на сливе, тем меньше они поражают ваши плоды. Вот это у нас другая ловушка. В данном случае тут феромон на яблоневую плодожорку. То есть на текущий момент мы видели, что сливовая активно ловится очень рано. То есть сейчас вот у нас 10 мая, то есть на текущий момент еще яблоня у меня не ловится. То есть ни одной плодожорки пока не вижу. Персиковая, кстати говоря, висящая на персике, поймалась одна штука, поэтому персиковая плодожорка у нас в той или иной мере присутствует. В больших хозяйствах феромонные ловушки используют для того, чтобы не пропустить начало лета вредителей и вовремя начать обработки. Но в небольшом саду такая ловушка работает как средство защиты. Могу сказать, вот на примере соседской сливы, на которой она сейчас и висит, то есть они за 10 лет наконец-то поели чистую сливу. Она, конечно, не 100% отлавливает до всех, то есть, ну, процентов 50-60 от объема сливы, которая была на их деревьях, то есть они смогли поесть чистые. За предыдущие 10 лет они ее даже не собирали, потому что она была 100% поражалась плодожоркой. То есть эффект от ловушек, в принципе, есть. Вы смотрите программу для садоводов и дачников. В начале программы мы с вами посчитали, что два куста жимолости – это минус одна грядка морковки. Две яблони или груши – это половина посадок картофеля. Прекрасная арифметика для тех, кто мечтает сократить количество грядок и прополки. Но цель посадки плодовых деревьев – это все-таки не вытеснение грядок, а получение плодов. Но иногда ждать, когда яблоня или груша заплодоносит, приходится до 7 лет. Можно ли сократить эти сроки и приблизить плодоношение? Оказывается, можно. Для этого вам потребуются колышки или металлические шпильки, веревочки, ну и, конечно, знания. В данном случае у меня яблоня. Для чего делаются вот эти вот оттяжки? У плодовых деревьев, у них плодовые почки закладываются на ветках, которые более горизонтальные. Чем более вертикальная ветка, тем больше закладывается листовых. Соответственно, мы можем самостоятельно ее формировать на урожай. То есть, когда дерево молодое, то есть мы берем их и оттягиваем немножко к более горизонтальной, в идеале на 45-60 градусов, относительно вертикали центрального ствола она должна быть. Чем более горизонтальная, тем больше плодовых. Но если вы ее сделаете сильно горизонтальную, приросты будут минимальные у нее, то есть она все на урожай пойдет, что тоже как бы не очень хорошо, потому что ветка тогда не будет омолаживаться, то есть обновляться. Поэтому в идеале считается 45-60 градусов относительно ствола центрального. То есть должна быть ветка, она тогда и плодоносит хорошо, и в тот же момент сменность приростов у нее максимальная. Ну и еще плюс, если горизонтальная ветка, вот если относительно яблони, чем более горизонтальная, тем больше она будет волчков отбивать у вас, то есть которые не плодоносят. Везде баланс нужен. Вы смотрите телеверсию садов и огородов. Если у вас порвались джинсы, можно сказать, ничего страшного не случилось. Хотите, ходите с дыркой, хотите, ношейте заплатку. А вот если пострадала кора на дереве и есть угроза, что оно погибнет, это уже проблема. Но ее тоже можно решить с помощью заплатки. А если говорить серьезно, это даже не заплатка, а практически операция по пересадке кожи. В прошлом году у меня возникла ситуация, когда пришлось экстренно на одной из веток срезать всю кору, потому что было повреждение коры, срезать на кольцо. И, соответственно, питание той ветки, которая осталась выше, а здесь была у меня прививка, и мне ее хотелось сохранить. Пришлось думать, как восстановить питание, чтобы эта прививка у меня сохранилась. Обычно делают либо прививку мостиком, если есть возможность. То есть берут веточку, да, и там, где вот этот сегмент получается вырезан, то есть вставляют с одной и с другой стороны, и здесь получается такой мостик. Но у меня в тот момент груша была молодая, и не было возможности взять вот эти вот черенки, чтобы сделать прививку мостиком. И я вспомнила, что не так давно до этого я видела на каком-то канале, что можно сделать пересадку коры. То есть я взяла небольшую ветку с другой груши, разрезала эту ветку вдоль, сняла аккуратно эту кору вместе с камби. Вот. И получается вот этот сегмент, где у меня был вот так по кругу удален, то есть наложила эту кору и сверху замотала лентой, которая, ну, как обычно прививку, когда делаем, заматываем, и все, и оставила. Можно видеть, что питание восстановилось, то есть все прекрасно работает. Ну, весной я сняла, соответственно, обмотку, и ветка продолжает функционировать. Часто бывает, что весной, приехав на дачу, вы обнаруживаете, что мыши или зайцы в круговую сгрызли кору у основания молодых саженцев. Такие саженцы садоводы выкапывают и выбрасывают, но за них можно еще побороться. Можно взять вот таким вот образом, то есть наложить кору, и у вас восстановится питание, и ваше яблоня, груша или другое плодовое дерево, скажем так, есть шанс на то, что он восстановится и будет дальше расти. Не придется сажать заново. С вами Александра Винниченко и телеверсия журнала «Сады и огороды». Напоминаю, что третий номер журнала вышел в начале июня. А мы продолжаем программу. В сотый раз повторю, что наше любимое занятие – ходить в гости. А если в гостях нам предлагают попробовать что-нибудь вкусное, мы никогда не отказываемся. В СНТ «Дальневосточный садовод» нас угощали голубцами из ревеня. Если бы вы знали, какие голубцы готовят председатель СНТ Елена Лушина. Наше любимое одно самое блюдо – голубцы. Но поскольку июнь месяц – это еще такой месяц, где капусты нет, мы нашли выход из положения. У нас есть ревень. Ревень – кормилец, поилец и развлекалец всего. Единственный нюанс – ревень надо сорвать заранее, чтобы лист немножко привял, иначе из тугого листа – это не капуста, голубцы не завернешь. Черешки мы обрезаем, с черешков мы сварим потом компот. Это мы тоже умеем. И кисель, и варенье – это все можно сделать из черешков. Дело в том, что голубец из ревеня, лист тоненький, он быстро сгорит. И нужно, чтобы мы что? Подготовили все заранее. Вся начиночка должна быть уже готовая. То есть рис отварен, и вся мяска, морковочка, лучок, все, что мы кладем в голубцы, как правило, все это должно быть в готовом виде. Мясо уже практически готово. Мы берем сейчас рис. Выкладываем. Выкладываем сюда поджарочку нашу. И добавили сырое яйцо. Сырое яйцо помыли предварительно. Разбили. Вот это яйцо нам будет держать фарш. Ну, такой большой лист мы, конечно, режем. Вот. Вырезаем центральную жилку обязательно, потому что она нам все испортит. И крутим кулечек. Дожку надо было, конечно, другую. Но это тоже хорошо. Все так же заворачиваем. Заправляем все вниз красивенько. И вот такие вот голубцы выкладываем. Не пугайтесь, видите, листа вроде много. Лист же тонкий. Он запечется. Прям голубцы. Вот такие душевные. Вот. Ну, можно сделать маленькие повозиться, малюсенькие. Но тут чем хорошо, вот дети, когда были маленькие, берет голубец и побежал с ним гулять. Понесли в духовку. Кто-то из великих сказал, чтобы все успеть, надо встать на час раньше, и тогда в сутках будет 25 часов. Можно два варианта. Можно потом еще раз в духовку, кто любит с запеченной румяной коркой. А можно на тарелку и уже кушать. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». А наша программа подошла к концу. Готовьте голубцы из ревеня, разводите осмий, боритесь с плодожорками, читайте третий выпуск журнала «Сады и огороды Приморья». И не забудьте, что в следующий раз мы с вами встречаемся в июле. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин